Несколько синонимов слова оппонента. Это возражатель, прикословщик и противная сторона. Вы для нас не противная сторона, а очень даже дружественная. Поэтому я предлагаю так, как в батл-рэпе. МС слева и МС справа. Ну а теперь давайте приступим уже непосредственно к теме нашей следующей дискуссии. Это неодевантная терапия рака прямой кишки. Вы знаете, как любой генерал готовится уже к прошлым битвам, мне кажется, мы как онкологи, хирурги, ну вообще в целом как сообщество, мы зачастую боремся с теми проблемами. Вот, к примеру, в 80-е годы, по крайней мере, в Великобритании 50% пациентов, которые перенесли хирурги по поводу рака прямой кишки, получали местный рецидив. И, соответственно, большая часть из них умирала в мучениях. И вот этот вот шлейф проблемы этой протянулся и до наших дней, хотя на самом деле за последние 30 лет он был полностью решен, как мы уже ранее говорили, Биллом Хилдом, который предложил темой, и неодевантной химиотерапией. Ну что же сейчас происходит? Вот на самом деле, если посмотреть на нашу клиническую практику. Сейчас к нам поступает пациент, мы, естественно, его обследуем физикально и МРТ, и в первую очередь мы смотрим на то, где расположена опухоль, ее топика. Как это может повлиять на вероятность именно местного рецидива? Хотя на самом деле, ориентируясь только на факторы Т-инвазии опухоли и на дальний статус, на наш взгляд, не совсем верно, потому что в конечном итоге такой проблемы, как местный рецидив, сейчас особенно остро и не стоит. И в опытных клиниках он не превышает 5-7%, но в среднем 4%. А та же самая экстрамуральная венозная инвазия, опухолевые депозиты, это гораздо более важный прогностический критерий, более четкий, который учитывается более надежно для принятия стратегии лечения, либо протоколов наблюдения. В любом случае мы принято делить таких по рискам именно местного рецидива почему-то, хотя скорее всего у них будет больше шансов умереть от отдаленного метастазирования. Если пациентов с низким риском мы сразу оперируем, либо проводим химио-лучевую терапию в экспертных центрах, то пациентов высокого риска мы отправляем на короткую либо проломбированную химио-лучевую терапию, затем оперируем и после этого отправляем на дювантную химиотерапию. При этом прекрасно понимая, что до 70% этих пациентов никогда не получат никакой химиотерапии. Все очень просто, потому что зачастую после операционной химиотерапии она начинается слишком поздно. Даже банальная раневая инфекция, уж насколько там не будет минимальной инвазивной хирургии, она отсрочит начало химиотерапии. Более того, зачастую и из нашего отделения так бывает, и из других лечебных учреждений приходится обсуждать, а стоит ли вообще проводить химиотерапию у пациентов с морфологически, прогностически неблагоприятными опухлями через два месяца. Химиотерапия после операционной химиотерапии это очень комплиентная, то есть пациенты перенесли объемную, достаточно агрессивную химиотерапию со своими последствиями. Пациенты перенесли агрессивную хирургию и после этого им предлагают еще полгода токсичной химиотерапии и зачастую пациенты от нее откажутся, что мы видим в тех исследованиях, которые будем обсуждать. Есть также мнение, что неодевантная химиотерапия может провоцировать институтность. И все прекрасно на наших результатах. Наше объемное такое крутое лечение обеспечивает приемлемый уровень, хороший локальный контроль. Но при этом частота отдаленных метастазов, как мы видим в этом же немецком EIO-94 исследовании в течение 11 лет, приводит к 30-ти отдаленным метастазам. Что же мы можем с этим сделать, как мы можем на это повлиять? Появился концепт о переносе всей химиотерапии у пациентов с предоперационным неблагоприятным прогнозом до операции. Это может быть индукционным, все знают, перед химиолучевой терапией. Это может быть консолидирующий режим, когда химиотерапия в полном объеме должна проводиться после облучения, но перед операцией. Это может быть интенсификация химиолучевой терапии. Начнем как раз с того, как мы можем улучшить результаты, интенсифицировать химиолучевую терапию. EIO-04 исследования, третья фаза из Германии, 1200 пациентов высокого риска. Одним из них пролонгированная химиолучевая терапия, затем хирургия, затем 4 курса болюсных второперимединов. И второй группе химиолучевую терапию интенсифицировали двумя курсами фолфокса, затем операции, затем 8 циклов химиолучевой терапии. Как мы видим, авторам удалось добиться на 4% улучшения безрецидивной трехлетней выживаемости. Но сложно вообще понимать, это произошло потому, что интенсифицировали химиолучевую терапию, или потому, что большинство этих больных провели 8 циклов адювантной химиотерапии. Следующее исследование, которое проводилось, это также исследование третьей фазы, которое не показали никакого улучшения ни в местных рецидивах, ни в безрецидивной выживаемости, ни в общей выживаемости. Но китайский мета-анализ, который был проведен нашими коллегами 3 года назад, показал, что... И туда, кстати, включили те же самые исследования, которые я процитировал до этого. Показал, что, да, конечно, это более токсичный режим интенсификационный, но с его помощью больше шансов достичь полного морфологического ответа опухоли на лечение. И за счет этого, судя по всему, мы можем улучшить безрецидивную трехлетнюю выживаемость. Почему я сделал акцент на полном патоморфологическом ответе? Потому что, на самом деле, данных пока немного. Нам приходится зачастую ориентироваться на какие-то суррогатные показатели, в том числе полный морфологический ответ. Вот интересная работа из М.Д. Андерсон, из Техаса, где было показано, что полный ответ опухоли на лечение по сравнению с промежуточным или плохим ответом было сыровано в случае безрецидивной, безметастазной выживаемости, и при нем никогда невозможно появление местного рецидива. Следующий режим лечения – это консолидирующая химиотерапия, когда мы проводим химиотерапию перед операцией, но после химио-ручевой терапии. Первое исследование – это польское исследование, где сравнивались результаты лечения двух групп пациентов. Первым выполнено 25 ГРЭЙ крупными фракциями и три курса консолидирующие химиотерапию в полфокс. И вторая группа пациентов – это пролонгированная химио-ручевая терапия с интенсификацией оксалиплотином. Интересное исследование тем, что на трехлетнем отрезке наблюдения авторам удалось добиться достоверного улучшения общей выживаемости по сравнению с традиционной пролонгированной химио-ручевой терапией. Но на пятом году наблюдения эта достоверность нивелировалась, и, в принципе, результаты были сопоставимы что в одной, что в другой группе. Одно из исследований, опять же, панамериканское, Хулио Берси Агиллар, опять же, принципал инвестигейтор, он из Нью-Йорка, и он такой локомотив, на самом деле, вот такого неодевантного подхода, тотальной неодевантной терапии. Четыре группы больных, одной группе не проводилась консолидирующая химиотерапия, а трем другим группам назначалось два, четыре и шесть курсов консолидирующей химиотерапии. При этом наилучшие результаты ожидались у пациентов, которые получили максимальный объем, то есть шесть курсов фуллфокса после облучения и перед операцией, потому что у них отмечено наибольшее количество полного морфологического регресса опухоли, 36%. Но на самом деле год или два назад или даже в этом году были опубликованы окончательные результаты пятилетнего фуллапа, и при уни-вариантном анализе разницы между этими всеми режимами показано не было. Но при мульти-вариантном анализе, сколько бы пациент не получил химиотерапии после облучения, у него были гораздо достоверно лучше без метастазных и без рецидивных показателей по сравнению с теми пациентами, которые не получили химиотерапии после облучения, а после операции эта группа пациентов только в 30% случаев получила химиотерапию. То есть это наименее загруженная группа пациентов, которая, собственно, недополучает противоопухолевое лечение комплексного. Исследование РАПИГа – это европейское исследование. В основном в него вошли госпитали из Голландии и Скандинавии, но были еще госпитали из Словении, немножко из Испании. Дизайн исследования вы видите на экране, но смысл его в том, что наибольшее количество химиотерапии было направлено больным после химиолучевой терапии крупными фракциями 25 ГРЭЙ, затем 9 курсов ФОЛФОКСа и традиционный режим облучения. Значит, в этом году на АСКО дистанционное не доложили, я не знаю, есть ли это пока в печати. Что удалось добиться авторам? На 7% удалось улучшить результаты, связанные с лечением опухоли. На 7% ниже количество отдаленных метастопов в трехлетней перспективе. Удвоено полных морфологических ответов в два раза с 14 до 28%. Не было никакой токсичности неожиданной в группах с ТМТ-режимом. И не было, что для нас важно, никакой разницы в хирургической послеоперационных осложнениях, либо летальности, либо в качестве жизни. Следующий режим, режим лечения, который мы можем предложить, это индукционная химиотерапия. Индукционная химиотерапия – это тот самый метод лечения, когда мы переносим всю максимальную химиотерапию перед облучением и, соответственно, перед операцией. Я сразу же хочу показать исследование про ДИЖ-23. Это, опять же, исследование европейское, выполненное во Франции, опубликованное на ЭСМО в этом году. И очень интересно, что максимальный объем химиотерапии предложен у больных. Триплета, то есть препарата оксалиплотина, ремотикана и фторпирамидинов в течение трех месяцев до химиотерапии. После этого операция и потом такой ограниченный в течение трех месяцев в Фолфокс. Что впервые смогли показать авторы? Они смогли уменьшить риски ухудшения трехлетней безрецидивной и безметастазной выживаемости на 30, на 40 практически процентов, на 35-40 процентов. При этом абсолютные проценты снижения безрецидивной выживаемости это 8 процентов, а безметастазные, ну, практически 4-5 процентов. Количество полных морфологических ответов также удвоено было достоверно почти 28. Ну и самое интересное для наших химиотерапевтов это то, что адвертсэвент при одевантной химиотерапии были суммарно гораздо выше у пациентов, которые получали традиционную химио-лучевую терапию с задумкой после операции уже провести всю химиотерапию. Это на самом деле, я думаю, такие базовых исследования последние. Еще несколько исследований по индукционной химиотерапии, которые можно процитировать. Исследование из Испании GCR3. Это вторая фаза. Она опять же показывает, что индукционная химиотерапия это самый комфортный режим проведения именно для химиотерапевтов. Компланентная для пациентов. Наименьшее количество токсичности третьей-четвертой степени. Вот. В этом исследовании, к сожалению, автор не сказать о улучшении результатов ни по местному контролю, ни по отдаленными результатами. Американское исследование, где сравнивались два университетских госпиталя. Одним проводился ТМТ-режим, то есть 4 курса индукционной химиотерапии, затем 25 грей крупными фракциями. И тотально эти пациенты суммарно получили вместе с одевантной химиотерапией в среднем 12 курсов химиотерапии. И классическая химио-лучевая терапия, где сначала было облучение и после операции в среднем пациенты на 4 курса меньше получали, чем аналогичные с ТМТ-режимом. И авторам исследований удалось добиться достоверного улучшения как без металли, так и безрецидивной выживаемости. Но при этом, к сожалению, на данный момент разницы в общей выживаемости достигнута не было. Существует несколько более лимитированных, одноручных исследований. Тут я хотел бы обратить внимание, что агрессивный режим в полфоксфере плюс биоцизума привел к полному морфологическому ответу без облучения в 36%. То есть это очень высокий показатель. И вот возник вопрос, что может быть и не нужно химио-лучевую терапию. Но это я немножко забегая вперед. Существует только одно исследование, которое пока опубликовало только непосредственные результаты, сравнивающие индукционные и консолидирующие режимы. Это исследование из Германии. И оно показывает нам только то, что количество людей с полным морфологическим ответом на 8% больше в группе с консолидирующим режимом. Но это возможно объяснить тем фактом, что период выжидания перед операцией в 2 раза больше 90 дней, чем с индукционным режимом. Опять же, чем больше мы ждем, тем скорее всего мы получим больше морфологических ответов. Но пока нет отдаленных результатов. Мета-анализ конца прошлого года, я его уже показывал в предыдущей лекции, он показал, что вот этот ТНТ режим, то есть перенос химиотерапии на дооперационный этап, он увеличивает количество полных клинических, полных морфологических ответов на 40%. Более того, в этом мета-анализе было впервые показано, что достоверно и общая выживаемость у пациентов, принесших ТНТ режим, будет лучше по сравнению с классической одиуантной терапией. Мы уже упомянули о необходимости, либо не необходимости химио-лучевой терапии. Существует несколько одноруких таких исследований небольших, но я хотел бы остановиться на китайском исследовании, где сравнивали три группы пациентов. Это пациенты с классической химио-лучевой терапией, с тороперемидинами, затем операция и затем одиуантная химиотерапия, пациенты с химиотерапией, интенсификацией химио-лучевой терапии, затем операция и затем одиуантная химиотерапия и просто химиотерапия до операции и химиотерапия после операции. И вот с одной стороны первичные данные, которые были опубликованы, говорили нам о том что скорее всего вот если мы максимально насытен химиотерапией по сравнению с химиотерапией до операции и после мы будем иметь лучшие результаты вот есть мы интенсируем химиотерапию добавляем химиотерапию до операции количество полных морфологических ответов было практически в три раза больше то есть по 2 процентов но окончательный анализ летней выживаемости показал нам то что достоверной разницы между всеми этими группами авторами добиться не смогли на самом деле я думаю что это исследование требует дополнительного анализа вот на что лично я обратил внимание это функциональные результаты они были гораздо лучше у пациентов которые получили просто химиотерапию ну это опять же китайская популяция сложно вообще судить о том как можно их перенести на наши родные просторы руси матушки очень много исследований сейчас идет и получен двое ты во всех странах мира все задачи на этим проблемы и собственно тренд он обозначен все стараются перенести химиотерапию на до операционный этап на этап либо до химии лучевой терапии либо после на мой взгляд самое интересное исследование то что я читал по протоколам это опять же панамериканское исследование главный инвестигейтер опять же хулио гарси агилар и на большой группы они будут сравнивать индукционные консолидирующие режимы у больных с раком прямой кишки высокого риска очень много проблем мы до сих пор не знаем сколько оптимально химиотерапия нужно в каком режиме индукционные лидирующие какая должна быть вот что делать с проблемой перелеченности то есть овертритмента а что считать овертритментом химиотерапия либо лучевая терапия как исследование для россии наверное в принципе для всех таких экономик развивающихся это проблем увеличение стоимости всеобщего лечения и так далее мы до сих пор не ввели вот в такую рутинную практику генетическую селекцию вот условно говоря раки прямой кишки это редкость допустим берав в 600 е мутантные им нужно максимально доталово давать химиотерапию химиолочевую терапию либо лечить стандартно и так далее так далее и вот был вопрос из зала о том о предикторах ответа на лечение я на самом деле из всего того что сам читал это что слышал думаю что будущее за жидкостной биопсией что это будет дереват опухолевых клеток опухолевой днк рнк мы не знаем но по крайней мере это единственное что может действительно показать эффективность вот если прокурирующие опухолевые комплексы в крови падают сто процентов у этого пациента будет гораздо лучше и ответ и прогноз нежели если они сохраняются на этапе тотального неодевантного лечения в любом случае пока не очень много я думаю что их нужно набирать суммировать вот в принципе наша стратегия нашей клинике она заключена что наш главный химиотерапевт он один из самых наших агрессивных хирургов а наш главный хирург он один из самых ярых поклонников химиотерапии я думаю что если где-то встретиться вот эти две концепции то это и получится оптимальная методика лечения которая будет эффективна для всех наших пациентов на этом все